здравствуйте дорогие друзья здравствуйте другие подруги и так бритьё 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 прошу прощения за то что дотянул были на то особое обстоятельство потом как-нибудь расскажу могу ли сказать что слава богу все кончилось но три дня мне мозг поклевала вынесла вот на раз-два уже закончилось тем что летает вот так хотелось ну разрешилось разрешилось давайте так вы сейчас на крупный план идите смотрите то что у нас сегодня будет на взоре я тут начинаю ну и как обычно догоняйте память о богате еще не выветрилась из головы плюс еще несколько тревожные события последнего времени потом как-нибудь расскажу и добавьте к этому еще что любимая по квартиры внесла подготовки к новому году поэтому когда я вот в одинокой коробочке вот в такой вот увидел где-то там внизу на самой-самой последней полочки не про 3 вот этот ну вы понимаете да щелкнула сразу а но это то что сегодня будет на обзоре ребят честно сказать замороченный за последние дни не могу сказать откуда он не появился сейчас вот так сразу и не припомню напомните пожалуйста кто в курсе потому что у меня тут я не уверен что фамилию то свою помню кое-что произошло за последнее время не не все уже закончилось нормально но тем не менее короче парни есть очень яркое желание сравнить вот этих двух хлопчиков кучерявых давайте сейчас вот на них наверное акцентируем внимание что касается коробок агатовскую вы помните днепро 3 ну смысле днепро три пластиковая dc кк 34 2 рубля бумажки не было никакой у коробочка тоже такая знаете вполне себе в духе советского времени без особых изысков внешне они достаточно похожи на поэтому и захотелось их сравнить длина головы у днепра на миллиметр меньше здесь 40 миллиметров где 39 при одинакой ширине головы в обоих 24 миллиметра по весу 50 грамм агата против 33 грамм до 33 у днепра длина ручки 89 миллиметров мы практически 90 как вы уже догадались станок трехсоставной сама по себе ручка это практически пластик селуминовой нашлепкой то есть простая непритязательная сделаны под шестигранник здесь вот такая бабушечка на торца не поставите ну зато достаточно удобно держать в руке хотя при стоимости 2 рубля это как бы по советским временам то неплохо то есть могли бы сделать и получше бутылка водки там сколько стоит 362 захватила вот в это время я не знаю сколько она стоила нижняя плита какой-то штампик я вижу опять же видите радиус под голову чтобы у нас все более-менее нормально держалась насечка для пропуска пены такая культурненькая по весу до силумин силумин и покрытый хромом верхняя плита без всяких циферек без всего фиксаторы для лезвия резьба ну и верхняя часть а давайте наверное их сравним по частям вот если у агата взять верхнюю это агат это днепр смотрите верхняя плита отличается как изнутри так не очень вот с торца отличие конечно хорошо видно нижняя плита это агат это днепр тут я бы не сказал что они какие-то кардинальные все практически то же самое за исключением что у агата вытачки по краям видите да они про их нет ну все давайте железе оставить агат у нас был на этом на жилете на жилете на синим я жалел что персону не поставил вот давайте ну я говорю тут в последнее время кое-что случилось компот в голове компьютер у меня накрылся ребята потом расскажу что да как но вынесла короче вот эти три дня прям ссылна ссылна передергался перенервничал обычному человеку потерять компьютер это плохо очень плохо а блогеру это вообще опа так и чё у нас тут с лезвием вроде равномерно да но так-то красиво вот пожалуй что и все мыло ребята от diar harris winder то самое то которое его спрашивал потому что это крайне от александра вот тут он сколько нам 4 3 коробки плита ранее вот это вот последнее и вот мы его и запустим а потом я все соберу и оксане то и уташу запах ребята классный прям вот от слова обалдеть вообще хороший и видно что сашка то его любил смотрите как он его вымокал уже тут в этом вы скрипта по мазочкам тоже довольно таки изрядно и судя по тому что мыло твердо водичка его тоже хорошо заливали в деревянной чаше сделано все ну как у харрисов у них всегда все хорошо сделано культурненько по внутреннему содержимому бывают такие знаете вопросы оформления то у них ого молодцы молодцы хорошо вот им сегодня и побреемся набирать будем ребята вот такой красотой от мужского материка я вначале не думал выпускать на обзор после одного комментария там под видео типа вадим там бэушный на розыгрыш ну вы знаете что на розыгрыш идет и чё-то как-то мне так грустно стало это пошло на все в жопу мать а нам чем не больше всех надо что ли а потом подумал ну не прав же не прав в первую очередь вот эти вот все вещи приходят на обзор чтобы вам показать я не могу его так вот просто взять вот показать сказать ребят вот смотрите помазок и все иди забирай а шо он из себя представляет всем же интересно тот кого который его получит он поймет от всем остальным как я расскажу вот поэтому он сегодня будет на обзоре ручка ручка за ними уже рассказывал не единожды ручка конечно бомбезная с размеры ручки ребята офигеть офигеть просто нравится именно благодаря этому размеру я подставочку металлическую такую вот пойти по маски от мужского материка у меня была одна такая я вот к нему в призы определил потому что они вместе так козырно смотрятся я думаю тот человек кому попадет этот помазок ну просто будет рад и доволен потому что на самом-то деле вещь зачетная все остальные параметры да вы правы тут 26 миллиметров но иногда я меряю 25 26 но не суть производитель заявляет как 26 в любом случае я думаю этот миллиметр на работе бы не сказался каждый конкретный помазок просто хотите измерьте как по мне 25 26 разница небольшая главное чтоб работал хорошо но вот здесь в 26 посмотреть при высоте 55 и высота самой ручки практически 60 вот такой вот маленький гномик маленький коротышек узел в своем духе своем стиле упругость показывает у кого упругость проявляет я думаю что в работе должно быть все хорошо но вперед забегать не будем от опасной бритвы рф ребята я сегодня вам покажу такую штучку необычную это лекала лекала для тех кто следит за своей бородой его можно подкладывать и выстригать на своей бороде чего-нибудь при помощи опаски или вот всяких других таких вот инструментов делать вашу бороду более ровный выглядит мог приходит конечно в коробке вы это уже видели mini barber точка ру вот наши насколько я понял это делает это кто такие наши а нет априла априла делает ну ладно москва тарам тарам mini barber точка ру выглядит вот так вот сделано конечно качественно что говорить то есть вот тут придраться я не вижу никаких дешевых пластиков я вижу просто качественный материал и культурную красивую работу все продумано до мелочей размеры все есть радиусы как бы как лекала да все есть вот усы вам нарисовали пожалуйста по номерам все расставили тут все за вас уже практически сделали держаться вам будет удобно потому что здесь вот этот материал это не какая-то порно резина это классный качественный материал да он посерединке отходит вода будет попадать но я думаю как будет попадать так и выходить будет снять снять эти заклепки я думаю можно да вот шлиц я вижу скорее всего да получится я думаю это заклепка не скорее всего этому нашли свинт верхний вот такая штука я его тоже определил набор юного бородача к этому созданию я добавил там еще одну штучку и как раз вот те кто вот по бороде то в принципе убиваются я думаю что вот эти штуки то им всем и пригодятся а за автошлиф ребята я опять вам ничего не могу сказать там процессе чем придет потому что пока пока не знаю ну все пошли судя по тому как саня этот винтер то выкрутил он скорее всего работал на нем только с твердым помазком супругим я так и даже подозреваю что наверно зенита но у нас есть принципе то неплохая замена я чуть-чуть наливаю водички по полпыхал сейчас там есть юшка мы используя в качестве пришива как-то сделать но давайте вот так и делаем откликается вообще бодренько хорошо остаточки прям так такие сладенькие я прям чувствовал как-то вот это мой куку куряется кучу вяжется помогок у нас замочен было твердо я думаю сейчас мы с него всю влагу то выдадим все это сколько ну а похмелиться наверно не хватило бы но грамм 50 тонн огонь и грамм 40 может даже 50 построгали нормально хорошо и сейчас по сухим помазком хлопцы кто-то там из вас дал ссылку вадюх по-моему ты а вот иди посмотри как там итальянцы делают и дал ссылку на итальянского барбера ребята серьезно дядька серьезный блин там прям такой узнаете вот смотришь на человек и сразу понимаешь мастер вот это вот такой вот смотришь на него ребят ну чё к такому человеку кроме уважения можно испытывать мне понравилось все что он делает не понравилось две вещи я понимаю что он для чего это это делает насколько это необходимо не знаю возможно это у него просто привычка человек со стороны смотрят думал мастер делает вот так же надо делать я бы так делать не стал что не понравилось не понравилось то как он отозвался о помазках с его точки зрения самый правильный помазок для мужика это мало того что кабанчик так еще и шерти кабана на спине не спорю вполне может быть но он продолжит свою фразу типа все остальные включая барсуков и прочего то есть ну не то чтобы какашка но это все не то неправильно я просто никому не навязываю свою точку зрения не люблю когда мне навязывают не навязывают короче не люблю когда навязываю то типа того потому что я истинно верю что все люди разные и то что русскому радость немцы может быть не в радость нифига вы понимаете о чем я поэтому если человек любит что-то а я к нему весь из себя вот такое прихожу да ты чё я ж гуру это говно а человек на меня будет смотреть думать это ты говно то что это то вещь и мы друг друга не поймем почему потому что я никак не пойму что ему то может понравиться с моей точки зрения это говно а он никак не поймет за что это ругает что вещь так классно и почему да она ему нравится и как он только вот это сказала по мазках что-то мне знаете сразу погрустнело ну сидим и уважаю мастерство уважаю мне кажется так нельзя говорить нет это неправильно и второе что я не понял ну и как следствие не понравилось тоже но после того как набрал помазок он на побородке елозил наверное где-то минут пять с редкими выходами на около лицевое пространство здесь он сбивал пену а потом разносил ее по всему лицу да ссылку в предыдущем или позапредыдущем вадим вы варму по моему оставил задеть и посмотрите здесь то он промассировал все а здесь чего он просто ее нанес вот этого я тоже не понял зато здесь от души оторвался ребята на нанесение сбить и пена ушло то ли пять то ли восемь минут и перематывает начал реально мне грустно стало я подумал если я так вот начну это практиковать да вы заснете нафиг так ладно хорошего добро как он делал пальцами упирается и вот так вот задавливает пошел фигачек то есть по сути он по мазок утопливает не но это конечно же не барлы танцов господи я не кабан это барсук ну тем не менее может быть он бы посмотрел ты искал да ты чё барсуком так нельзя делать барсуком надо по-другому ну вот сегодня у меня барсук ну чё не получается надо наверно все таки кабана брать потому что он эластичный кабанчика и он так все набирает хорошо смотрите он уже по самую маковку он сейчас вот если вот горох ел бы на кону сейчас бы пукнул отсюда бы пузырьки пошли зачем мне еще что-то делать он весь вот так вот он вот так вот забит пены не понимаю так ну ладно ну вот посмотрите та красота что у нас есть ведь ты мой сладкий хохотальник разъявы вы даже вот смотрите там внутри вон оно пьяно но все в порядке давайте вот это вот тоже соберем чтобы я не выкидывать и точно я думаю что сашка именно так и делал потому что помазок как в дом родной найти как папа-мама вот здесь вот вот папа вот мама и все так никаких чаш на лицо пойдем так а какое лицо давайте начали а вот система подготовки и завершения дядьки мне понравилось что вадюха ссылку давал короче ну компресс там на два раза там на пришейф потом опять компресс вкусно в конце прям на мыло делает салфетку также какая-то шутка а потом он это мотивирует чем что якобы если прямо на мыло компресс то это еще как-то кожу там узко по успокаивает там лямурту жур и абажур что-то там вот на эти вот там вот прям по фуншую там ну короче все классно будет а потом все это убираешь а вот потом уже автошей а после автошейва и шел говорит один компресс ну там барбашапи то понятно там уже вот такой вот лежит челму на голове намотали один нос вот так вот как у баратино торчит ну почему бы и нет там человек пришел хороший день заплатил ему как бы надо хорошо сделать тоже вот так чтобы дома вот это вот все вот так вот я не очень бы хотя если голову включить то что можно придумать мы парни бравые 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 ребят я не знаю когда-нибудь может быть потом будущем мужской материнка перестанет делать хорошие помазки их нужно будет проверять сейчас по большому счету я считаю вот сам для себя что мне это делать в принципе-то и необходимо вот если через месяц еще придут барсуки там я не на какой-то розыгрыш или еще чем вот тогда уже наверное можно будет и не проверять потому что я их уже проверил сут три или четыре штуки у них качество стабильно вот из этих вот трех четырех или пяти штук сколько их уже было я ни на один не нарвался чтобы было что-то не то поэтому вот я участвую в удовольствие получаю вот такой еще вот ручка вот это мне ручка прям по кайфу парни вот и я буду все свои вот эти вот которые мне есть мужской материки дайте мне вот такой ручка пожалуйста прям вообще такая ляля кайфовая примут вот ты пишешь письмо да а вот ручка стилус у тебя продолжение пальцев вот здесь вот тоже самое только письмо на лице вот так хорошо сделано прям вообще по кайфу но за пену я специально маленько патрон дичал думал может быть она как-нибудь усохнет в это время не так намочили ну чё чё ты нам покажешь ну друг бархат просто бархат по шерсти как и приличный слант он показывает то же самое примерно то есть маленько неудобно за счет того что здесь вот такое найти вот что про вот здесь не сидит но я сам для себя нашел выход что на первый слой ну смысле на первый проход по шерсти снимаю как снимаю а уже на второй когда вот так там уже легче залазить и я там уже где чё как и уже и выношу все отличие от темп почувствуем пока пытаюсь разобраться с чем они связаны потому что лезвие так не крути другое стоит бархатистость повысилась он легче и я идет такое ощущение что он ну реально мягкий просто очень мягкий я не пойму с чем это связано при всем при том собирает он неплохо пост бритвенное мыло тоже хорошее остается дофига у нас только помазок больше нигде не набираем децил воды на лицо парни как же я обожаю обожаю те помазки которые дают вот эту вот подушечку это мужской материк это мюле это зенит это яйки вот у них у всех вот чуть-чуть с разными вариациями но у всех есть вот эта подушечка и как же ей кайфово я не настаиваю кому это не нравится пожалуйста ребят ищите свой фуншуй но я его вот в барсуках я его нашел для меня теперь вот если беру барсука в руки и нет вот этой подушечки вот если этого нету как-то мне это уже и вроде не помогло вот этими штырьками себе пену наносить ну да я вполне себе могу поверить что кому-то это может и нравится но что-то оно мне как-то после этого это все равно что вы на удобной лавочке знаете вот приехали куда-нибудь садитесь на удобную такую на эргономическую эргономическую какую-нибудь лавочку не то что у нас совки делают на вокзал пришел к тебе железную сидушку да и фига что она холодная да и ладно что ты мужик да и пофигу что без простоты останешься вот садись вот такая тебе сидушка а тут хлоп куда-то приезжаешь в нормальное место и там садишься а попа радуется и ничего не отсиживается и ничего не отмораживается потому что оно или деревянное там или с чем-нибудь как и ты же разница понимаешь я понимаю что кому-то вот и железное по кайфу а мне нравится когда садишься и попа радуется ну смысле нормальное сидение то есть вот а тут лицо радуется вот вот как-то так наверно путан объясним вот что-то вот такое а насчет сидений реально не понимаю наверно вот те ребята которые вот эти сидушки на автобокзалах на вокзалах на вокзалах в аэропортах делают он там и 5 минут не сидел особенно зимой а посидел бы подумал бы ах какой я красавчик и почему не до сих пор стенки не поставили не расстреляли наверное думать бы по-другому глядишь начал он реально мягче он 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 Я офигеваю, так Бритц Перфонер. Ну всё, что я говорил, когда так пошли, хлоп-хлоп, всё, выбрал и всё. Сейчас попробовал, поигрался, от верхней плиты, от нижней, нормально, от нижней вообще идёт хорошо. Это, наверное, самый мягкий слант, который я встречал. Знаете, бывают белые, бывают били-били, а бывают просто мягкие, мягкие, вот-вот. Так, ну что, последний? Не показалось, один волосок вылез. Третий проход, мыло уже чуть-чуть погустело, плотность свою не потеряла, запах тоже, запах, неприятный запах. Помазок, ну, просто офигевает, пеногенератором работал, так маленьким пеновозом, так вот он и продолжает. Вот таких слоев, как я уже три сделал, я думаю, здесь ещё, наверное, штуки две, три, четыре-то ещё есть, ещё есть. Подписывайтесь на канал, чтобы было полезно, чтобы подниматься. а не показалось и 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 остались мои обычные тут маленько тут маленько тут маленько там маленько вот вот Не, ребят, тут еще, конечно, есть где поскорблить, есть где что сделать, но делать я этого не буду, причина проста, станок мягкий, это не мое, и если я сейчас начну скорблить, дельфина все равно не получу, а я эпидермис хорошо нагнул, так зачем мне это делать, я лучше подожду, еще маленько, потом уже возьму какое-нибудь такое, что мое, и нормально побрелись, но это еще не заключительно, это еще только будет, давайте сейчас, ну конечно, автошейф, вначале с пеной разберемся, хочу с ней разбираться, сколько забирали, вы сами видели, вот это вот все, вот он пустенький, вот бодрый старичок, на 6,3 часа, все в порядке, все хорошо, структуру не потерял, запах псинки маленько на себя перетянул, как любое приличное мыло, но маленько свой запах тоже сохранил, нормально был, хороший, все, компрессы втошли, второе видео про итальянцев, и второй раз подряд я замечаю, что примерно схожие у них где-то технологии, если один итальянец прям по мыло начинает камешком там возюкать, и что-то там себе получает, ну да, почему нет, если он от этого фан какой-то получает, а другой компресс прям на мыло, в принципе сам всегда так делал, но за одной лишь разницей, у меня вот то, что осталось после последнего прохода, я специально не наношу, прям на него компресс, ну и да, все это вот влажным полотенцем убираю, естественно оно остается на лице, и естественно чуть-чуть подсыхает, я не задавался вот такой, знаете, какой-то мудрой мыслью, что там, а вот оно подсохнет, а там же глицерин, там же вот эти вот все вот жиры, там то и все, и моя кожа будет нежной, шелкористой, нет, ребята, я сам не знаю почему, там ради какой-то корысти экономили, еще чего-то, просто, ну, приятное мыло, ну, как правило, мы же повредимся тем, что нам нравится, если оно чутка дольше остается на лице, но нам это самим приятно, может быть из-за этого как-то так, ну да, были какие-то мысли, но в конце концов мыло-то сделано, не из чего попало, из того, что для кожи хорошо, поэтому и пускай на лице остается, вот так вот и делал, а у них своя метода, он специально еще мыло наносит, и потом уже тырц, и там вот, вот как-то так, ну, вполне может быть, если кто-то попробует, ему понравится, почему бы и нет, почему бы, ребята, разобрался с автошей, он сегодня будет прораза, прораза, не эмульсия, не эмульсия, не лосьон этот, и мы в последние дни меня так бодренько, так прям, прям, в ментальном плане, планку-то опустили, есть лосьон, а есть не эмульсия, а как же, блин, 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 короче, вот эта фигня, что я в голову загружать, она сейчас лопнет точно, сейчас вот этим вот, сейчас сразу их забабашим, ты кто, как тебя зовут? пахнет, конечно, так, ну, серенький, ну, нет, там не верба, там что-то беленький, с чем он, приятный на запах, легкий, успокаивающий, мне он по запаху всегда нравился, не нравилось то, что долго впитывается, и после того, как впитается, чутка, чутка, что-то вот такое на лице все-таки есть, если вы куда-то торопитесь, вам срочно выходить, вот тут-то будет и засада, а если никуда не торопитесь, если дома там, побрился, пошел там, чашку кофе взял, сидишь в футбол, смотришь, ну, пожалуйста, почему нет, хорошая штука, зимой шкурку свою прикрыть тоже хорошо, да, если вот куда-то идешь и зимой так вот, то вполне себе, хорошая штука, хорошая, это я убрал уже фиг его знает сколько, там уже вот такой децл на донышке остался, ему уже не один год, короче, такой же ветеран, как мы и мыло, просто этого меньше осталось, а тех больше, вот, итак, крайнее мыло от Александра, Винтер, Винтер от Диархарисов, ребят, мылищи, мыльнопузырные, стойкие, послебритные, тут все пять, вы сами все видели, структура пены, качество пены тоже хороша, тоже нормально, тоже хорошо, что не понравилось, ничего не понравилось, ничего такого не было, нет, вот лично сам для себя я его воспринял как обыкновенная мыло, то есть вот знаете, когда вот здесь, что такое, что оно хорошее но вот ничем вас вот так, вот вариант хороший когда мимо проходит и ничем не торкнуло ничем не зацепило, да оно хорошее, увидите, вот она прошла оно хорошее она хорошая, но не зацепило, а бывает такое, что цепляет где-то знаете, какая-то молекула запаха пробежит, или взгляд, такой игривый, какой-то знаете ли загадочной, или просто шлейф какой-то пронесётся, и просто какая-то, знаете вот динамика вот этого, того что пронеслось вам понравилось, как там вот это вот всё играет, что-то, что-то есть такое, что вас зацепило, и вот у вас проси – Вы сказать ничего не можете, но понимаете, что да, видишь, вот прошло и зацепило мыло. А бывает, что это не зацепило. Про это могу сказать, что хорошее мыло в хорошей упаковке, вот и всё. Запах, Да, хороший. Лариске моей понравился очень. Она говорит, ой, какой интересный запах. Может быть, ну да, вот с Леганца, когда брились, он чуть-чуть подраствовался, но не настолько, чтобы вы его не чувствовали. Нет, он будет точно так же, но не такой отчетливый, как из банки. Да, это и нормально, потому что там-то у вас все-таки в пене. Вот мне чего-то не хватило. Ему могу поставить просто пять, без всяких дополнительных баллов. А вот так, чтобы бф, вот нет, такого не было. Что-то нет. Ну, красиво, и банка хорошая. Ну, вы сами видели, господи, о чем говорить. Сашке спасибо. Сейчас соберу караёбочку, понесу ему домой. Ну, а там уже посмотрим, если что-то еще дадут, хорошо. Не дадут, ну что, будем жить, будем жить, будем чего-нибудь думать. Станок Днепро-3. Ох, ребятушки мои, ну точно не мой, стопудово не мой. Мягкие станки вообще это не предел мечтаний лично для меня. А тут еще и косарез мягкий. Это самый мягкий косарез, который я видел. Персону в него поставил. Какую? Американскую. Не израильскую, которая помягче, поделикатнее. Которая тебе там на ушко шептать будет. Вот, давай я тебе тут, тут, тут. А это американская. О, бубенцы упали. Все, работает, а здесь она мягкая. И офигел. Я на третьем проходе, когда уже водил, я уже долбался играть верхней и нижней плитой. Поймать тот самый цимус, то самое положение, при котором ту щетину, что он оставляет, чтобы он его снес к ядре не фене и забыв, чтобы я дельфинчиком стал наконец. Не нашел, не нашел. Он то так, то так, то так. Вот так вот. Ему весело, а я, блин, не знаю, что делать. И в конце я уже доскабливаться-то не стал, потому что я понял, что не маневр. Не маневр. Если ты на танцы собрался зимой, тебе валенки подсоют. Ну, до танцев ты до этого дойдешь. А что на танцах будешь делать? Тебе все равно снимать. Потому что не твое, не то да. Ну, вот и тут тоже не то пальто. Кому это может подойти, ребята? Всем новичкам. Я вам просто махом рекомендую. Потому что все новички озабочены слегка, что косарезы, это что? Это те, которые кишки наружу. Не, 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 не. Ребята, вот тут кишки не наружу. Вот на этом хорошо учиться. Брит великолепно. Работает прекрасно. Чудесный, обалденный станок. Но он мягкий. Это самый мягкий косарез, который я видел. Вот если на прошлом обзоре был Агат, это был самый лучший. Потому что он на этом, он в меру агрессивный, в меру информативный. И он четкий. Понимаете? Он уже как... Прошел, прошел. И все. Уже пришел, мужик сделал. Вот все. Он работу сделал. А здесь надо поуговаривать. Ну ты давай, милок. Милок там... А что, мы еще бреемся. Ну сейчас, сейчас, сейчас. Вот как-то так. Каждый раз нужно... Слышь, братан, мы бреемся. Ты там что-нибудь сбрей. Агату говорить не надо. Он бреет. Бреет. Новичкам, и кто любит деликатное бритье, у кого кожа нежная, у кого волосистый, шерстистый, господи, бархатистый. Волосяной покров не очень жесткий. Типа как у японцев. А самое то. Лично мне, конечно же, нет. Нет. И всем тем, у кого вот обычная щетина, я не знаю, подойдет ли. Ну все те сами разберутся, если все-таки дотянутся руки, дать не протри. Помазок. Ребята, это помазок от мужского материка. И этим все сказано. Дай бог, дай бог, чтобы ни в этом году, ни в следующем году ребята не отрастили себе корону, не задрали ее и не уронили качество. Если они это делают, если у них планка, крышу не снесет, а будут работать в таком же темпе, с таким же качеством, ребята подавят все какие дрени и фени. Уж в России точно. В России вот так прийти и купить российский помазок, барсука хорошего, я не знаю, чтобы кто-то делал лучше мужского материка. Да и забугорные-то сайты еще поискать. Потому что переплевывает сер. Ну, как мы с вами знаем, уже неоднократно случалось, что бывает так, что вот, а-а-а, вот мы все такие, а-а-а, там, тарам-тарам, потом качество. Давай тут сэкономим, тут сэкономим, тут маленечко, тут маленечко, тут маленечко, а по итогу люди-то не дураки. Они же все видят, они видят. Он раз промолчит, два помолчит, он скажет, да иди ты нахрен, я вам лучше у того возьму. И все. А потом эта компания опоминается, а-а-а, слушай, а где же все мои, вот они, у меня же вот, и я такой, у меня вот. Он скажет, а-а-а, не, брат, ты уже не тот. Жалеть будет, но уже не наверстаешь. Раз обманул, второй раз не поверят. Вот очень желаю, чтобы вот и в восемнадцатом, и в девятнадцатом, и в двадцатом, и вот так вот дальше. Мужской материк булки не разжимал, качество не понижал. Ну а с ручками работал дальше, тем более, есть такая, знаете, внутренняя информация, что, ну так, сорока на хвосте принесла, что там разговор уже идет, даже там, может быть, может быть, может быть, еще не наверняка за титановые ручки, но это не точно. Так что посмотрим, что говорить, посмотрим. Обалденная, шикарная, кошерная штука. Те люди, кто взял эти помазки, я думаю, не пожалеют ни капли. А что еще скажешь? Обалденный, пушитый, классный, дверь. Вот, как-то так. За прораза, за прораза, за беленького. Я вам практически все сказал. Это классика. Это классика, которая работает всегда, работает везде. И она будет работать, независимо от того, кому она в руки попадет. Тут самое главное, чтобы пазл сошелся. Чтобы хачухи, внутренние тараканы, ваша кожа и ваши пожелания вот к этому продукту совпали с тем, что он может дать. Если совпадет, блин, поселится он в вашем гардеробе или у шкафчику и будет служить верой и правдой. Ну все, все, липкости нет, нифига нет, чуть-чуть. Вот пленка я чувствую. Она не такая, что липкая, но я понимаю, что она есть. Вот так вот как-то. Ну, кому это не нравится, плохо, кто по барабану, хорошо, как-то так. На этом, друзья, разрешите с вами попрощаться. Добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Бог о здоровье. Розыгрыш появится совсем скоро, а я хочу пожелать вам с трезвой головой подойти к наступающему Новому году. Ну и Рождеству, конечно, тоже. Все, давайте пока. Наверняка у вас своих дел полон рот. До этого, до обзора. Все, давайте, пока-пока. До розыгрыша, ворона. Я говорю, крыша улетела. Все нормально, все хорошо.